Дни поля это не только демонстрация наших достижений, но и показ совместной работы минеральных удобрений, средств защиты растений, машин и агрегатов в различных комбинатах. Для этого мы сегодня здесь на агрополигоне в Балакова Саратовской области. Саратовский регион находится в зоне рискованного земледелия, что требует особого отношения к восстановлению почвенного плодородия. И своей деятельностью Министерство хозяйства уделяет этому особое внимание и в как стимулирующей субсидии, где основным критерием является применение минеральных удобрений. Мы стараемся побудить наших сельхозпроизводителей к применению современных комплексов минеральных удобрений. В прошлом году впервые за последние 20 лет объем удобрений, которые применили в нашей регионе составил более 100 тысяч тонн и в этом году мы еще выходим на более высокий уровень. А это действительно залог получения стабильных урожаев и по этому пути, я думаю, будем из года в год двигаться. И в этой связи хочется сказать огромные слова благодарности компании ФосАгро. Хочется выразить надежду, что благодаря такому плодотворному сотрудничеству из года в год Саратовская область будет достигать новых результатов. Выражаю надежду, что мы и дальше будем так двигаться и хочется пожелать нашему форуму плодотворной работы и высоких результатов. В этом году мы второй раз проводим это мероприятие. Агрофирма Пегаса откликнулась и, значит, у себя на месте организовала нам помощь с использованием всех возможных современных методов земледелия. Это и внесение и удобрений, это и средства защиты, и пестициды различные и прочее и прочее. Большая благодарность им также за то, что они выделили нам технику, работая на этих делянках. Поэтому результат, я считаю, получился очень неплохой. Мы туда сегодня съездим, посмотрим, продемонстрируем. И я думаю, что самые хорошие впечатления останутся у каждого из вас. Компания ФосАгро производит более 50 марок различных удобрений. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие позволит вам обратить внимание не только на те марки удобрений, которые производятся в Балаково, но и на тем виды удобрений, которые производятся на других наших площадках, в Череповце и на Волховском филиале Апатитва. Соответственно, большое разнообразие. Коллеги, на данном мероприятии всем успешной плодотворной работой. Спасибо большое. Одна из задач агрополигонов ФосАгро – помочь разобраться в ассортименте выпускаемых машин и агрегатов. И для этого мы сотрудничаем с ведущими производителями и экспертами в этой области. Завод ПегасАгро достаточно плодотворно сотрудничает с компанией ФосАгро. Сегодня мы производим три модели Туман в более чем 50 модификациях. Мы удовлетворяем спрос различного уровня сельхозтоваропроизводителей от небольших фермеров до крупных холдингов. Для небольших фермеров, например, подойдет машина Туман 1М. Мы можем сказать, что машина Туман 2М, которая также представлена на данной выставке в 2019 году. Одна из первых зашла на агрополигон ФосАгро. По результатам работы по внесению как почвенного гербицида, так и ЖКУ по листву, можем говорить о результатах более чем в три тонны на подсолнечнике и на просе. Также сегодня для гостей данной выставки мы привезли нашу новинку, которая уже зарекомендовала себя в различных регионах нашей страны. Это машина Туман 3 в модификации опрыскиватель и в модификации разбрасыватель. В отличие от машины Туман 2М, которая является флагманом нашей линейки, здесь мы можем говорить об увеличении полезной нагрузки до 2,5 тонн. Мы и в дальнейшем рассчитываем на сотрудничество с компанией ФосАгро в части продвижения современных удобрений минеральных, а также использования современной высокопроизводительной техники. Мы надеемся и в дальнейшем наращивать наше сотрудничество с компанией ФосАгро в части продвижения современных удобрений и использования высокоэффективной инновационной техники. Друзья, сегодня на нашей выставке мы предоставляем один из самых интересных тракторов, который в последнее время привлекает внимание наших аграриев. Трактор Кубота 7 серии. Это один из перспективных инновационных тракторов, который поставляется уже официально на рынок России. Двигатель 150 л.с., специально разработанной корпорацией Кубота для сельскохозяйственных агрегатов, мощная навеска 9,5 тонн нагрузка, позволяет работать с самыми современными тяжелыми сельскохозяйственными машинами, и мощная гидравлика, способная работать с самыми последними сельскохозяйственными агромашинами. Мощный, универсальный, современный трактор. Сегодня у нас представлен один из интереснейших агрегатов, разработанной компанией Кверниленд, специально для рынка России, с учетом его реалий и специфик. Агрегат DTX, комбинированный глубоко рыхлитель, способен мы за один проход сделать не только глубокую подработку и разрушение уплотнений почвы на глубину до 50 см, но и сделать еще работу дисками, то есть выровнять, перемешать сернивые остатки и за один проход полностью подготовить почву, так, как нам нужно в нашем аграре. Идеальная машина для сельского хозяйства. Одна из интересных машин представлена на нашем мероприятии. мощная, тяжелая, компактная дисковая брона Кверниленд Квалидиск ПРО. Мощные стальные диски 600 мм, способные работать по любым типам почв, тяжелый стальной каток, машина может работать как по стерне, так и по предспасивной, либо тяжелой в залежной земле. И я готов представить нашу гордость. Сейлка ДГ-2 от компании Кверниленд создана специально для России. Делается на Липецком заводе компании Кверниленд по всем европейским стандартам качества. На сегодняшний момент одна из самых интересных сейлок для российского сельхозпроизводства. Мощная, производительная, способная за сутки заселить больше 300 гектаров. Большой, огромный бункер, около 6 тысяч литров, позволяющий долго работать без заправок семян. На сегодняшний момент сейлка способна удовлетворить требования даже самого требовательного агронома по качеству сева, по норме внесения сейлка ДГ-2. Для каждой агроклиматической зоны существует свой набор сортов и гибридов, который подходит именно к ней. Такие мероприятия, как День поля Фосагра, помогают сделать верный выбор. Совместно с компанией Фосагра мы находимся на полях агрофирмы Пегас, где заложены демонстрационные опыты по подсолнечку и кукурузе по системе Ноутил. На демо-участках мы испытываем разные вариации применения удобрений с защитой от компании Байер. В грузном пакете семян мы предлагаем 20 гибридов с ФАУ от 180 до 500. Также мы предлагаем семена в обработке Акселерон. Акселерон – это уникальный продукт, в состав которого входит фунгицид на основе флотиоксанила и мифеноксама, инсектицид поча на основе клатинидина, а также эксклюзивный биологический продукт под названием B360. Это позволяет осваивать дополнительный объем почвы, недоступный корням кукурузы, переводить питательные элементы в доступную для растений форму и лучше переживать стрессовые условия. И также ряд дополнительных преимуществ. Гибрид имеет высокую первоначальную энергию роста, устойчив к полиганию, ремонтантный гибрид с хорошей влагоотдачей. Следующий гибрид – ДКС-3969. Протравки Акселерон с ФАУ-290. Это простой, среднеспелый гибрид, универсальное направление. Характеризуется активным ростом на первых этапах развития. Следующий гибрид – это ДКС-3361 без протравки Акселерон с ФАУ-240. Простой, среднеранний гибрид универсального направления. Характеризуется активным ростом на первых этапах развития. Высокий урожай, высокая холодостойкость, быстрая влагоотдача и самое главное – стабильный по годам. Масса тысячи зерен с 340 грамм. И первый наш гибрид среди подсолнечника – ЕС-Ароматик. Ароматик – умеренный интенсивный гибрид, сочетает в себе в устойчивость к гербицидам химического класса сульфанилмочевин, расам заразихи АДЖИ и высоких содержания олеиновой кислоты. Подходит под систему Ноутил. Следующий наш гибрид, который набирает особую популярность у сельхозтоваропроизводителей, это ЕС-Генезис. Уникальный гибрид под систему Клеорфилд Плюс, у которого нет задержки в развитии после обработки. Ранний гибрид с высоким потенциалом урожая, пригоден к возделанным по системе Ноутил и Мини-Тил. Он устойчив к расам заразихи АДЖИ, обладает высокой толерантностью к ржавчине, характеризуется жаростойкостью и надежен в условиях экстремальной засухи. Сегодня я хочу вам представить гибрид кукурузы бренда Пионер П-9127. Данный гибрид относится к группе раннеспелых и имеет ФАУ-290. Отличительной особенностью данного гибрида является ее двойное назначение. Данный гибрид можно использовать как на силос, так и на зерно. Также данный гибрид имеет ярко выраженный эффект стейгрин. Представляю вам гибрид кукурузы бренда Пионер П-8307. Данный гибрид относится к группе средне-ранних и имеет ФАУ-230. Линейку гибридов кукурузы Optimum Aquamax отличает улучшенный контроль открытия устиц, что позволяет более эффективно использовать влагу, более глубокое прикрепление зерна, усиленное образование пыльцевых трубок и наличие мощной корневой системы, которая позволяет использовать влагу из более глубоких слоев почвы. Гибрид кукурузы бренда Пионер П-8307 является самым ранним в линейке гибридов кукурузы Optimum Aquamax и на демо-участках в 2019 году показывал урожайность более 120 центнеров с гектара. Данный гибрид относится к группе раннеспелых, имеет ФАУ-170. Гибрид адаптирован к условиям раннего сева, имеет быстрый старт и раннее развитие, а также высокую влагоотдачу, тип зерна зубовидный. Представляю гибрид подсолнечника P64LE136. Данный гибрид относится к среднеранней группе спелости и адаптирован к технологии Express Sun. Также этот данный гибрид входит в линейку протектора заразиха и протектор Элмейер. Рассмотрим растения. Растение среднерослое, угол наклона корзинки 45 градусов, что является оптимальным для высыхания. Влага не скапливается. Мы с вами находимся в Балаковском районе Саратовской области, где были высеянные гибриды кукурузы и подсолнечника. Сейчас мы с вами находимся на гибриде кукурузы МАС-15Т с ФАУ-200. Гибрид отлично подходит под технологию наутил, и главной его отличительной чертой является открытие початка в конце периода вегетации, что позволяет быстрее зерну отдавать влагу. Коллеги, теперь хочу обратить ваше внимание на гибрид кукурузы МАС-25ЭП. На территории одной лишь Саратовской области он возделывается на площади порядка 6000 гектар. Гибрид зубовидно-кремистого типа зерна ФАУ-250. Отличный гибрид, пластичный, стабилен и дает хорошие результаты по урожайности. Коллеги, следующий гибрид МАС-24С, который имеет уже бочковидную форму початка, образовывает порядка 16 рядов и порядка 30 зерен в ряду. ФАУ, как вы видите, уже 270, зубовидно-кремистый тип зерна. На территории Саратовской области его также выращивали и есть очень хороший результат в Марцевском районе в прошлом году. Урожайность составила до 140 центнерс гектара и благодаря этой урожайности и этому гибриду хозяйство получило приз золотой початок по Саратовской области. Коллеги, а теперь перейдем к подсолнечнику и рад представить вам новинку этого года МАЗ-880СУ среднеспелый гибрид по технологии трибидронметил, который устойчив до седьмой расы заразителей. Как мы с вами видим, корзинка выполнена, о результатах урожайности мы вам расскажем на канале ПРОАГРА. Коллеги, а теперь изумрут нашей коллекции гибрид подсолнечника МАЗ-92КП, который выращивается на территории Саратовской области более чем на 20 тысячах гектарах, обладает устойчивостью к болезням, таким как ржавчина и многим другим. Вы можете посмотреть фитосанитарный профиль подсолнечника, он абсолютно чистый. Корзинка также выполнена. Результаты по урожайности в среднем по Саратовской области выше 20 сантиметров с гектара. Абсолютный рекорд на данном гибриде был получен в Воронежской области 63 с половиной сантиметров с гектара. Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предоставляется гибрид КВС Нестер ФАУ-190 кремистый тип зерна. Гибрид отличается быстрым стартовым ростом на первоначальных этапах развития и адаптирован к ранним срокам сева. Гибрид имеет мощную корневую систему, что позволяет в наших остро-засушливых условиях переносить дефицит влаги. Гибрид Competence показывает стабильные и хорошие результаты по экстенсивной технологии, но полностью гибрид раскрывает свою мощь при интенсивной технологии и при увеличении нормы высева за счет своего эриктоидного строения. Гибрид Amarok V-230 имеет кремисто-зубовидный тип зерна. Высокорослое растение с мощной корневой системой адаптирован к раннему сроку сева. Гибрид на всех сроках вегетации обладает высокой стрессоустойчивостью. Данный гибрид имеет высокое прикрепление початка и показывает стабильные высокие урожаи на всех типах почв. Коллеги, а теперь представляю вам гибрид Каньонс линейки UnicDent. Это уникальное сочетание раннего фау, быстрой влаги отдачи и стабильности. Гибрид Каньонс невысокорослый, компактный и за счет своего эриктоидного строения растения позволяет увеличивать норму высева для получения большей урожайности. Каньонс всегда формирует озерненные початки за счет раннего цветения и хорошо развитой корневой системой. Гибрид КВС 2322 также из линейки UnicDent. Гибрид характеризуется как высокоурожайный пластичный гибрид, засухоустойчивый при хорошем минеральном и агротехническом фоне. По сравнению с классическими гибридами гибрид КВС 2322 подходит к раннему севу и имеет хорошую холостойкость. А теперь, дорогие друзья, рад вам представить нашу новинку в линейке UnicDent КВС Кавалер V260 зубовидный тип зерна. Гибрид показывает максимальные результаты на хорошем минеральном фоне и в условиях орошения. Но также следует отметить, что гибрид показывает довольно стабильные результаты по урожайности в острозасушливых условиях. В процессе тестирования проводятся учеты, наблюдения и анализы, которые помогают всесторонне оценить возможности тех или иных сельскохозяйственных культур и применявшихся технологических приемов. Система питания кукурузы на нашем полигоне уже второй год разрабатывается с учетом плодородия почвы и с учетом потребности культуры в элементах питания. На данном поле применяется нулевая система обработки почвы, поэтому единственный способ внесения удобрений это при пассивное применении. то есть одновременно с посевом. И у меня в руках растения с двух вариантов опыта, в левой руке контрольный вариант опыта, где удобрения при пассиве не давались, то есть no till, без внесения удобрений. Посмотрите, высота растения ниже, чем в правой руке, размер початка тоже ниже. в правой руке растение выращено с припассивным удобрением. Использовалось азотно-фосфорное удобрение марки 16-20. И надо сказать, что это удобрение содержит 12% серы. Сера важный элемент питания, особенно в таких условиях, когда нет обработки почвы, когда менее интенсивно идет минерализация почвенного гумуса, и за счет этого идет менее интенсивно минерализация соответственно азотсодержащих и серосодержащих гумусовых веществ. Поэтому серосодержащие удобрения незаменимы в данных условиях при питании сельскохозяйственных культур. Давайте рассмотрим корневые системы растений с двух вариантов опыта. как видите в правой руке растения с варианта, где при посеве применялось азотно-фосфорное серосодержащее удобрение марки 16-20-12, и очень четко видно более мощное развитие корневой системы, и как результат растения могут лучше усваивать элементы питания из объема почвы. В левой руке растение, которое не получало минерального питания при посеве, и как результат слабое развитие корневой системы, соответственно, слабое развитие всего растения. Растение с контрольного варианта опыта отличается не только более низкой высотой, но и меньшим размером початка. Соответственно, урожайность зерна кукурузы в данном варианте будет самой низкой. Растение с удобренного варианта, где при посеве вносилось азотно-фосфорное серо-содержащее удобрение, отличается большим размером початков. Давайте посмотрим, это четко можно видеть в сравнении с контрольным вариантом опыта. Больший размер початков, вы видите, совершенно более продвинутая фаза созревания растений. Поэтому здесь урожайность будет значительно выше, чем в контрольном варианте опыта, где при посеве ничего не давалось. Такие рутинные процессы, как производство минеральных удобрений и их применение в сельском хозяйстве, дни поля позволяют привнести азарт, дух соревнований и здоровую конкуренцию. Такой, казалось бы, простой агроприем, как разбрасывание гранулированных удобрений, имеет массу тонкостей. Осуществить настройку агрегата, держать заданные курсы скорость, во многом зависит от мастерства и профессионализма механизатора. Без этих условий невозможно достичь равномерности распределения удобрений на поле. Для справедливого суждения о подготовке персонала к работе, мы выбрали следующие параметры. Своевременное включение агрегата. Высота подъема навески трактора и угол наклона разбрасывателя. Ширина открытия шиберной задвижки. Угол установки лопаток на дисках. Частота вращения волн. Установка ширины распределения в зависимости от нормы. Контроль равномерности распределения с помощью специальных емкостей на поверхности поля. Обмен опытом, укрепление партнерских отношений и демонстрация передовых технологий в области сельского хозяйства – все это агрополигоны компании «ФосАгран». До встречи в 2021 году!